всех приветствую друзья сегодня в гостях у нас на канале флинт всем вам уже скорее всего известный но особенно подписчикам telegram канала и сегодня мы будем говорить про тюнинг оружия а непосредственно автомат калашникова поскольку он у нас стоит на вооружении что логично что вы можете знать это все придумали мы америка поскольку никита как всем уже известный участник боевых действий с первого дня и месяц назад получается получил ранение ну два месяца назад да то есть первого дня его два месяца назад он только вот так сказать по ранению прибыл домой вот поэтому мы спросим у него непосредственно чем пользовался он что он одобряет что он не одобряет здесь я свое мнение своем я засовываю в очко потому что у каждого свое видение то есть в чем-то возможно наши моменты какие-то сойдутся в чем-то нет вот как ну как бы по итогу посмотрим перед тем как мы начнем друзья большая просьба в описании к этому ролику будет ссылка на телеграм-канал флинта он там пишет кучу разных историй с зоны боевых действий делится своим опытом отвечать на ваши вопросы поэтому обязательно подпишитесь очень много полезной информации для себя узнаете очень много чему научитесь ну и просто потому что это наш очень хороший уже старый друг с которым мы уже давно общаемся поэтому для вас не сложно подписаться но при этом человеку будет приятно то что он делится полезной и нужной информации с большим количеством людей поэтому обязательно подписывайтесь и начинаем итак начнем значит с передачи слова непосредственно флинту чтоб ты представился как бы подразделение ну я думаю ты можешь назвать все его уже называть я не буду и так все уже знают до разделения где мы проходим службу ну что сказать штатное вооружение у нас автомат калашникова 74 и а к 12 сейчас начали давать плотно начали давать а к 12 скажу мне и за к 12 я уже у себя в телеграм-канале писал не нравится диоптрический пицел очень не нравится это что он привередлив очень сильно к загрязнению его нужно часто чистить если тысяч четверку маслом залил перезарядил пару раз она будет у тебя еще стрелять цинк можно точно баба хотим но с двенашкой короче такая тема не проканает но вот согласись касаемо то есть я согласен с этим вот касаемо установки сразу в базе прицельных приспособлений у а к 12 это плюс то есть то что тебе не нужно покупать там переходники там и так далее ты сразу можно вот я сейчас хотел до плюсы сказать то что можно навешать большое количество навесного оборудования какого тебе хочется коллиматор магнифер lcu фонарик ручка рукоятку упор все что хочешь все как тебе удобно нужно поставить прикладе лископические тоже очень удобно как бы в этом плане до плюс огромный ничего тебе не нужно докупать все у тебя уже есть грубо говоря для того чтобы повесить навесное оборудование но диоптрический прицел кто бы ничего не говорил то что это удобней это лучше наша классика целик и мушка это ну оно есть с детства даже на уроках оба же всех этому учили даже любой мобилизованный он приходит берет в руки семь четверку и он сразу знает как прицеливаться а ему даешь диоптрическим прицелом двенашку он командира как чё пока ты его научишь 1 2 3 5 10 но это время и на самом перед те как бы ну времени особо много чтобы проводить именно обучение вот таким мелочам поехали дальше то есть ну про к 12 я думаю люди поняли теперь поговорим по поводу значит непосредственно перейдем к ну давай сверху начнем там там дульное устройство банки шманки и так далее вот банка чем лично ты пользовался и чтобы порекомендовал например и так далее то подумал что ты скажешь на это я когда вторых когда я второй раз на командировку заезжал я себе приобрел гексагон банку и и приобрел потом коллиматор у меня холосановский был и армаконовская усиленная рамка на ласточки хвост что под планку хикотине как бы ну я планировал в дальнейшем себе зенитку закупить тоже очень хорошая мне нравится но не успел так сказать грубо говоря у меня уже это при бабах но потом я перешел на рпк как бы оставил себе только в рамку вот эту с коллиматором банку пришлось мне товарищу отдать потому что там дтк в обратную сторону закручивается поэтому нужно было заказывать другой как бы рпк меня всему просто буду улетворял во всем на нем можно было поставить также пасово у тебя будет долбить как снайперская винтовка на 600 метров спокойно можно будет работать как бы мелкая удобные как-то так а вот по церкви мы так далее вот и лично пользовался какими-то не стоковыми цементом удлинен нет нет я я себе я себе планировал заказать зенит ну да ты говорит куда и ну не успел грубо говоря ну вот у нашего друга рера например у него полностью автомат весь зенитки и он его берешь в руку он у тебя сбалансирован его можешь одной рукой даже на протяжении определенного времени продержать у тебя он баланс держит потом что у него еще зенитовский коллиматор стоял магнифер магнифер я не помню какого него стоял ну скорее всего либо холоса на либо его т.к. либо что-то начало что-то да такое что-то такое как бы я пострелял всего автомата у меня тоже удовлетворил так даже сказать возбуднулся с него до упор у него тоже был не знаю для меня ручка неудобно ручка неудобно удобный упор ну дату ручка это как-то не тополь то ну и принципе как бы вот приклады по поводу прикладов вот стоковая или же труба плюс значит там средне конечно лучше труба плюс так как у меня ручонки коротенькие например здесь он идет приклад в один мне неудобно бывает прицелиться мне нужно башку туда-сюда а здесь ты уже под себя подогнал ты вот сразу на скидку даже ты можешь нормально спокойно работать даже по механике без коллиматора какого участие могут сказать то что типа вот данной конструкции ненадежный значит труба там плюс приклад нам то что он типа там пластиковый и значит некоторые люди говорят о том что если вот ты будешь значит бить прикладом там я не знаю в дверь об замок там значит выбивать его то то значит приклад у тебя может сломаться я с таким не встречался встречался то же пластик это тоже пластик я не знаю я ни разу насколько ребята пользуются телескопическими прикладами ни одного момента на калаш лету как он сказал телескопическое приклад они его на них из бмп падал и на асфальт вообще где только он не валялся все штатном режиме все грамотно все четко работает ну нету таких моментов чтоб он сломался треснул как бы конечно если вы берете голим и китай а боссами так сказать который стоит копейки там за полторы тысячи рублей ты купил приклад из дешевых материалов конечно у тебя от такого удара он со у тебя уже треснет вместе берешь от нормального производителя который ну уже зарекомендовал себя в зоне своего там еще где-то еще где-то еще где-то себе менял или ходил рукоять и рукояти себя двенашки поставил вот ну вот так а 12 по нему танк проехал он короче мятый был или что-то короче по ним проехала уже не помню пока 12 до его все равно списание я снимаю рукоятку снял для моей руки ручонки удобно то есть она экономичная насколько я знаю вот рукоять о так как 12 очень прям очень похоже на фабу да она про про него один в один в один рукоять то ли стоповые рукоять вот как тебе то есть до того как ты поменял и принципе для моей руки для моей руки маленькой руки она удобна такая как у тебя будете как игрушка руки да вот у меня поэтому здесь этим и была проблема то что у меня я не могу нормально держать оруд grinding маленькой ручонки ну принципе нормально вот для таких вот широколапых людей как для них да но еще она скользкая довольно скользкая очень скользкая если дождь если там первую помощь оказывать руки в крови тебе нужно за автомат браться скользит то есть ну неудобно уже держать ты стреляешь у тебя пальцы уходит если по соответственно гуляет вот а вот некоторые сейчас люди могут тебя по поводу рукоять сказать как же это она скользкая потому что там значит на боковинках есть такая шероховатость у стоковых рукоят возьмите автомат в руку при том что она еще маленькая рукоятка у тебя удержание идет вот пальцами и вот здесь здесь у тебя просто вот он ну как бы скользит у тебя она будет пальцы проскальзывать понять ну в любом случае кто вот эту так сказать дичь будет нести тот скорее всего ну может даже не служил нигде вот эти кнопочные воины да он на то есть потому что понимаешь все упирается в опыт работы с оружием потому что когда понятное дело ты никогда не пользовался оружием да тебе дали стоковое оружие и ты как бы ну бог типа пуху тебе вот и начинаешь пользоваться вот эти все нюансы у каждого начинают вы уже под себя все что-то меняет что-то это почему она называется индивидуальная конечно до 100 даже в военной берете прописывается как индивидуально лично это пистолет автомат это индивидуальный поэтому ты его индивидуально под себя и подгоняешь ремень тип тыж те когда выдают его со склада тыж вот с этим ремнем как он есть вот ты с ним не бегаешь ты его подгоняешь под себя конечно также и части составные части ты под себя подгоняешь как тебе удобно ручку как держать так либо так лцу нужно тебе не нужно если в окопах стоишь она тебе нафиг не нужно если штурмовом какое-то подразделение находится то конечно но тебе надо да особенно вот при работе там в зданиях в городе там если уже непосредственно штурма порного пункта идет когда все тебя слышат противника слышит не знаю то что ты идешь там тебе уже скрываться не надо ты можешь им спокойно пользоваться как-то ну я не знаю люди которые говорят сейчас еще раз я скажу про этих дебилов староверы вы их как называют которые блять все это хуйня штатный приклад штатная рукоять там штатная все со штатная ходите блять кирзачах нахуй тогда блять в портянках я хуй узнает в плащ-палатку нахуй себя замотайте и похороните где не были за вот в этом вот понимаешь все и проблему что до сло были реально прям большие споры от разговора о том что вода стоковая лучше кто-то там говорил да нет тюнингованная лучше то есть были реально прям споры и ботели но из во все-таки расставил все на свои места поскольку есть стали определенные моменты встали перед военнослужащим то что например ночь нужен ночник или теплак а куда ты его поставишь потому что тебе именно чтобы государство выдало ночник или теплак это ну сам понимаешь там очень были проблемы ну и стопировали но они старенькие они во-первых старенькие во вторых они засвечены до старый засвеченный плюс еще ну так скажем далеко не каждому бойцу у нас но у нас подразделение как было кого такого командиров отделения замком взвода все да и у пулеметчиков еще различники и вот встал и за это вопрос то что вот блять нужно покупать значит какие-то импортные значит теплоки недорогие там китайские куча там разных гаут или гаи ты я не помню как он там уже называется айрей там вид до гуид то есть разные короче теплоки и стал вопрос куда их ставить и то есть и все все равно пришли к планкам пикатива конечно значит на ласточный хвост там либо переходники либо данные непосредственно там крышки створной коробки и так далее а это уже что это уже тюнинг но при этом то есть и у каждого сейчас вот если он протяжении сейчас смотри старой будет гореть а к 12 он же не тюнингованный штатный блин откуда это взяли туда когда пацаны себе начали ставить крышки планки еще что-то еще что-то да то есть оттуда в концерн я так понимаю калашников посмотрел на то что идет то есть ну люди сами себе там покупают либо же все-таки просто планки пикатинни куча производителей делают прицелы там все вообще в принципе под планку пикатинни я так понимаю то что концерт калашник там министерство обороны вот это вот все посмотрели увидели и тоже пришли все-таки к планке пикатинни то что она должна быть то есть непосредственно уже цельная конструкция изначально идет стоковый но конечно до реализация блять а к 12 подвела я в этом с тобой согласен но все равно пока 12 самый главный его плюс то что можно базово стоково поставить значит момент то есть если вам выдали а к 12 ну то есть вы там боец мобилизован если вам выдали к 12 ну это неплохо да это неплохо то есть вы можете ставить там свои прицельные приспособления если вам выдали к 74 это я тоже считаю что нет да то есть поменял да поэтому по минимуму ты себе можешь сделать на ласточкин хвост планку вот эту поставить но обязательно чтобы планка была тоже не кронитесь дешевого металла усиленная чтобы она не гуляла что-то у тебя стп не уходило почему я вот ну так скептически крышкам отношусь потому что они со временем после стрельбы они начинают расшатываться и люфтить начинают люфтить вот это когда закреплена переходник планка она ну в своей основе она не люфтит никогда практически то есть она держится крепко потому что она стоит вот здесь на этой планочке ну то есть на непосредственно да 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 на крышке ствольной коробки она прикреплена именно вот мне понравились армаконовский они усилены но они прям вот хороший хорошо сделали нет а у армакона нет я ты скорее всего саговский да вот которые сюда на ласточкин хвост армакон тоже есть а да я просто что-то они уже они внутри усилены такие нормально надо посмотреть может я где-то еще пизжу может быть пизжу я понял тебя ну то есть ты короче за то чтобы ставить на ласточкин хвост переходники да нет ну понятное дело то есть как бы здесь я принципе в целом конечно с тобой согласен то что после когда она новая когда на новая окей но после определенного количества настрелов ну начинается блять у него да она и начинает и ходить и даже может быть это у меня не но это еще пока у меня не ходит но потому что она блять у меня настрел ну дай бог то есть да здесь пока ему нечего когда-то еще плюс находишься в полях ты постоянно с оружием то есть в окопу да она у тебя штурм об этом это у тебя уебалась еще отчета и фишка в чем вот смотрите пацаны не надо себе закупать ну если вы просто копный воин мотострелковый который не ходит на штурмы ну что в наших реалиях что сейчас на происходит это бывает очень редко когда мы что-то штурму им ну я расскажу про свое подразделение да если мы штурму им ну мы штурму им по-тихому фонарик на автомат ну как бы пускай у тебя лежит в рюкзаке но вешать его пока нахуй надо собрался на штурм сам повешал лцууха тоже чтобы она у тебя под дождем грязи в говне где-то не валялась рюкзачок убери пускай у тебя лежит рюкзак который ты случае например отхода ты его цапнул и побежал лцууха потом что еще и принципе все банка она нужна как бы для того чтобы либо ночью тихо работать чтобы вспышки не было ну днем принципе в окопе тоже если противник на тебя идет те банка тоже по сути на хуй не нужно пока она у тебя лежит если тебе надо где-то по тихому поработать ты хлоп если к тебе противник запрыгнул в траншею ну те банка нахуй не нужно по сути то но обычно она также еще же банки этого не засвечивать там тепловизионная да да я говорю когда тебе нужно по-тихому поработать тебе вот тогда одеваешь банку на штатную на штатный ствол то есть когда ты постоянно 7 двигаешься помимо того что но и тебе не надо тяжелее автомат второе она начинает ржаветь внутри от ее не разберешь и не почистишь никак тут влага дождь попадает есть становится хуево так друзья в завершении этого видео на основные вопросы думаю мы ответили касаемо тюнинг как пусть люди сами решат в комментариях мы обязательно почитаем что вы думаете по поводу тюнинга оружия по поводу вообще в принципе а к 12 и так далее переходим к основному моменту касаемо коллиматора потому что это у всех как знаешь вот кому-то говоришь коллиматор психовать начинай гором болят как текольчик начинают просто там орать кричать может просто в бешенстве там спел его трясет круче и так далее а кому-то в говоришь коллиматором гуру бляра отличная вещь удобно работать и так далее вот твое мнение по поводу коллиматора именно просто пока отдельный коллиматора потом поговорим про комплекс коллиматор плюс магнифер сначала коллиматор коллиматор это конечно удобная вещь это вот если у тебя а к 12 тебе нужен коллиматор потому что у нас сейчас большинство мобилизованных им по-любому нужен коллиматор ты его включил дети даже и прицельность приспособления не нужно заводить и вот на вскидку сразу работает но для сразу поправочку внесу потому что люди могут неправильно понять потому потому что как все-таки офицер и так далее я просто поправлюсь в первую очередь все равно нужно уметь работать по механическим приспособлениям то есть мы это знаем и просто поэтому мы ну как бы это даже не упоминаю потому что это база это вот 0 вам и как бы упомянули то есть чтобы вы там не думали он сказал коллиматор как же механик вот поэтому друзья в любом случае сначала механические прицельные приспособления просто коллиматор намного упрощает вам жизнь вот и все извини просто не сразу чтобы ну да если у тебя коллиматор отъебнет например ты его хуяк рюкзак закинул ты с механика идешь работать как бы ну про механику и вообще ну если мы про коллиматор разговариваем нахуй про него было вообще тем это для долбоебов которые не понимают нахуй так коллиматор охуенная вещь удобная вещь но смотря какой дешевый не дешевый цена-качество охуенный холосан просто берешь холосан забываешь про все ты можешь кидать топить хуя дрочить что хочешь можешь не делать ему будет плохо вообще он будет работать штатно если только ты ему отверткой линзу не выберешь а вот у вас в подразделении было много людей у которых были холосаны да как бы гуманитарку там привозят в основном холосаны вот эти кругленькие обычных ну да я понял самые 22 тысячи они стоят как бы и отрабатывают на все 200 процентов то есть вообще вот случался у вас какие-то брак там может быть или еще что-то у нее только за ни одного ни одного брака не было есть паленый китайский холосан ну как бы я не знаю как нормальный человек когда в руки его берет он видит говно это китайская ну либо нет там надпись криво на как-то написано как урвоты короче треугольный кривой так и холосаны не криво короче пишут а так вообще ну холосан берите не пожалеете если бабки есть можете к это взять тоже при припишут что ты за рекламу холосана японцы оттуда короче бабки присылают либо здесь коинами только bitcoin либо здесь эти как их там называют но люди которые там заказывают и здесь уже да 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 у нас продают океи по поводу коллиматорного прицела я думаю мнение твоего ушло да теперь по поводу комплекса климатор плюс магнифер то есть увеличивая увеличивающее приспособление тоже нужно понимать где ты будешь работать если в поле работаешь идешь например на штурм до опорного пункта тебе увеличение нужно то есть тебе нужен магнит тебе будет намного удобнее работать ты будь цель ближе видеть если ты например работаешь адресная работа то есть в зданиях там до в узких каких-то помещениях уже в опорник ты запрыгнул тебе магнифер не нужен поэтому он ну как бы они сейчас его и делают его откинул все ты дальше работаешь с откинутым магнитом то есть до приспособа офигенная я считаю что ну надо прям вот как комплекс нужно но у меня не было я тоже я вот срира автоматом пострелял поработал ну как просто глаз радуется когда ты берешь и вот цель на 150 метров ты его тут вблизи офигенно а вот что касаемо то есть получается вот магнифера непосредственно да то есть увеличение насколько вот вообще вот как ты думаешь вот обычному бойцу нужен он не нужен или вот что-то вот сказал бы на эту тему не я считаю нужен так как вот сейчас я еще раз повторюсь из наших реалиях наше подразделение работает час отбивает противника в наших реалиях если ты видишь что что тебя противник идет если видишь то что на тебя противник идет то есть его можешь не подпустить то есть на более более с дальнего расстояния его уничтожить противника чем нежели ты его подпустишь себе на 200 метров там на 150 метров это уже может ну может огнем на тебя поливать и ты уже даже с окопа не сможешь стать если ты на 300 метров ты можешь его прицельно хорошо по нему отработать как бы офигенно телу берите магниферы берите коллиматоры но сначала научитесь работать со штатным прицельным приспособлением да это важно вот сейчас это важно было то есть а то сейчас кашу там и так далее то есть ладно вы меня типа говорите что типа там я не участник я там еще какой-то такой люди которые не знают меня не знают там да мою историю там еще что-то они так думаю вот непосредственно участник которого все знают для и вот он вам говорит не я говорю вот он говорит так что я думаю является можете мне в телеграм-канал за и комментарии засрать вот этим своим говном я просто хочу почитать посмотреть какие там люди чем-нибудь писать половина и сразу банить так все друзья еще раз спасибо большое за просмотр распространяйте видео отправляйте своим друзьям подписывайтесь по ссылке в телеграм на канал флинта тоже на мой телеграм-канал думаю на все вопросы мы ответили спасибо тебе большое за помощь за то что разжевал объяснил это потому что я уже устал на всем до новых встреч и все пойдем нахуй как разведу сделал были в конце русские мэр был даже а мы умеем только делать лгбт